МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секция самбо в Запрудне, которая недавно отпраздновала 45-летие, продолжает воспитывать будущих чемпионов. Уже в этом году юные спортсмены вернутся в свой зал, отремонтированный и усовершенствованный. Это будет не просто место для тренировок, а храм искусства самбо. Здесь появится весь необходимый инвентарь. На стенах по периметру зала будут нанесены мотивирующие изображения. Это помещение, спланированное тренерами, станет вторым домом для ребят. Наш зал был в ремонте. Вот сейчас мы его отремонтируем. Сделаем не зал, а храм для наших детей, потому что мы вложили в него душу. И у нас, я думаю, будет лучший зал в Московской области. Вместе с этим предполагается переименование секции борьбы с самбо в клуб борьбы с самбо-лабиринт. Необычное название, придуманное тренерами, символизирует различные пути, которые выберут для себя их воспитанники. У нас будет клуб. Клуб называется «Лабиринт». Что такое лабиринт? Каждый ребенок приходит к нам в клуб, начинает у нас заниматься, тренироваться и выбирает себе путь. Кем он выйдет, мы не знаем. Но то, что у нас нет такой цели, сделать обязательно олимпийского чемпиона или еще кого-то. Наша задача – сделать из него человека, владеющего всем. Тренеры секции Александр Стулов и Михаил Азимов ставят перед собой важную задачу – создать конкурентную соревновательную систему в Талдомском районе. Это даст ребятам конкретную цель – попасть в сборную района, после этого в сборную области и в конечном итоге бороться за призовые места соревнований в составе сборной России. У меня сейчас становится стать чемпионом России по самбо и по кейбоксингу. На данном этапе развития самбо в районе сложно говорить о возможности сильной конкуренции, так как нет системного отбора спортсменов. Все секции клуба самбо существуют разрозненно и не имеют общего соревновательного плана. Каждый коллектив самостоятельно ищет для себя соревнования. Первый для меня бой очень был сложным. Я очень боялся, то, что выйду, проиграю быстро. Я не понимал вообще, как надо вести себя на ринге с соперником. Что надо делать, как надо вести себя там. Ну, по сравнению с моим последним боем, это очень сильно отличается. Мой последний бой был спокойный, я как бы не боялся соперника своего. Хоть он не был на 20 кг больше меня, я не боялся, я вышел. Подрался, победил. В Запрудненской секции самбо занимается более 70 человек. Каждый ребенок приходит на тренировку с желанием и старательно выполняет задания тренеров. В этом году мы с Александром Ивановичем решили брать экспериментальную группу с 4-х лет. Маленьких детишек. Потому что сейчас, будучи на протяжении последних лет нашей работы, мы убеждаемся в том, что приходят к нам дети 6-7-8 лет, практически все уже с болезнью. плоскоступие, 99 процентов. Хотя на вопросы родителям, мы задаем родителям вопросы, а в школе знают об этом? Они говорят, да. Я говорю, что пишут медики? Пишут здоров. У нас здесь я могу поднять сразу сейчас несколько человек. Больше половины все с плоскоступием. Мы с этим боремся. Ребята делятся на 4 группы. От экспериментальной, в которой тренировки проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа, до основной, в которой ребята тренируются по 3 часа в день 6 раз в неделю. У нас несколько групп градаций. Самые маленькие, которые придут, мы будем с ними 2 раза в неделю. То есть для самых маленьких. Потом идут уже чуть более продвинутые ребятишки, потому что мы в процессе обучения уже начинаем перекидывать одного туда, то есть не давать им застаиваться на одном месте, на одном уровне. Основной состав 6 дней в неделю. Возраст спортсменов не превышает 18 лет. Среди них есть 2 девочки, которые выполняют такую же нагрузку, как и мальчики. Наравне с ними девочки участвуют в соревнованиях, нередко побеждая. Самое яркое, я боролась в запрудни у нас здесь. Я заняла третье место среди мальчиков. Меня вызвали. У меня сперва был страх, то, что я сейчас проиграю. Но был, конечно, соперник сильный, но, не знаю, я очень настроилась, помолилась. Александр Стулов и Михаил Азимов поддерживают здоровую конкуренцию среди своих воспитанников. В то же время они внимательно следят за тем, чтобы за пределами самбистского ковра ребята оставались друзьями и всегда помогали друг другу. Мы пришли с папой в 7 лет, когда нам было. Сейчас нам уже 13. Мы пошли к Александру Ивановичу. Очень боялись. И Александр Иванович сказал, проходите, давайте будем с вами заниматься, у вас все получится. Помню то, что я бегал, еще ничего не умел, но друзья мои все мне подсказали, научили, как что делать. Все хорошо. В тренировочном процессе Александр Стулов и Михаил Азимов применяют собственную методику. Занятия строятся не только на освоении техники, повышении силы и выносливости, но и на развитии мышления. Мы пытаемся их развивать не только телесно, но и умственно, потому что есть у нас свои технологии, которые позволяют нам, да, очень много работаем над мышлением. Тренеры предлагают юным самбистам 4 особенных упражнения. Написание слов двумя руками одновременно, запоминание карт с увеличением их качества, умножение семизначных чисел в уме, чтение 14 спортсменами 14 книг в одно время таким образом, чтобы каждый воспитанник слышал и запоминал события произведения, которые читает его сосед. Делал эксперимент, взял несколько упражнений, учил писать двумя руками разные слова одновременно. Из 14 человек все 14 писали, научились. А двое у меня еще и третье слово научились писать ногой. Вы можете себе представить, да, это архи-сложно на самом деле. На самом деле каждый ребенок, независимо от комплекции физического этого, наши дети имеют один, два, три таланта как минимум. Просто их раскрывать надо. Наша система сейчас в данный момент не подразумевает этого. Большинство в спорте тоже идут на выжимание ресурса, то есть вот ему дано, значит будем его выжимать. Мы бы немножко ушли от этого. Мы не гонимся сейчас за результатами большими. Мы пытаемся их выровнять здесь. Год разбит по тренировочным циклам. В каждом цикле тренеры дают разные работы, направленные на воспитание тех качеств, которые необходимы в данный период времени. Летом набор силы здоровья, а также отработка техники. Ребята выезжают на восстановительный сбор в Волгоградскую область, на реку Хопер. Зимой развитие силы и выносливости, а весной и осенью соревновательный период. Мы выезжаем, у нас спортивный лагерь, мы даже сняли фильм на Хопре, наши ребята там отдыхали, тренировались. Этим летом, находясь на сборе в Волгоградской области, ребята добровольно под руководством Михаила Азимова помогали в реставрации церкви. Несколько часов в день они трудились на благо восстановления памятника архитектуры. К сожалению, все выезды на соревнования и сборы оплачиваются родителями. Сексы никем не спонсируются. И нередки те случаи, когда у талантливых ребят просто нет возможности поехать на тренировочный сбор или соревнования. Александр Стулов и Михаил Азимов активно ищут человека или организацию, которые могли бы предоставить юным спортсменам условия для полноценных тренировок и реализации себя на соревнованиях. Все засущат. У нас в секции вот в чем дело. Школа спонсируется, а в секции, как говорят, ищите спонсоров. Обычно же деньги вкладывают в людей, которые что-то делают. Если ребята показывают такие результаты, значит, в них надо вкладывать деньги, чтобы дальше росли. Но спонсоры, естественно, нужны обязательно, потому что не можем мы там сильных ребят куда-то свозить. А тем более борьба с самбо длится там очень по времени долго, ну, соревнования, там с девяти до восьми вечера. Даже автобус ты не можешь взять. Приходится своим ходом. На тренировках поддерживается строгая дисциплина. Ребята внимательно слушают тренера и выполняют все задания. Вместе с этим в группах присутствует особое тепло в отношениях ребят и тренеров. Некоторые воспитанники даже обращаются к тренеру дядя Миша. А он, в свою очередь, поощряет детей после тренировок вкусными подарками. Много работаем над тем, чтобы техника безопасности. Много работаем над тем, чтобы дети не применяли это на улице, чтобы они могли. Потому что сильный человек, он может договориться. Александр Стулов и Михаил Азимов личным примером воспитывают ребят. Без принуждения они, не заставляя детей что-либо делать, собственным примером показывают, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. Будь то субботник или утренняя зарядка. Юные самбисты, глядя на них, сами вызываются помогать на уборке территории и с радостью встают на раннюю пробежку. Спорт – час. Он умный спорт. Сила – это хорошо, но если нет мозгов, то в ринге долго не простоишь. Поэтому образование и расширение сознания их – это наша первостепенная задача. В планах Александра Стулова и Михаила Азимова стоит воспитание профессиональных спортсменов российского и международного уровня, а также воспитание волевых, сильных и думающих людей, которые отвечают за свои действия и поступки. По кикбоксингу и по самбо мы попадем очень серьезно и уже, может быть, на уровень России. Не скажу, что выиграем, но, по крайней мере, о себе уже заявим в этом году в этих направлениях – самбо и кикбоксинг. Тех четырехлетних детей, которых они набрали в этом году и уже занимающихся до этого молодых самбистов, тренеры собираются самостоятельно довести до высокого уровня мастерства. У нас есть призер России. Сейчас уже на юношеском уровне. Но в дальнейшем, я думаю, что наши ребята скоро будут. Вот сейчас новое поколение растет, которые скоро будут выигрывать и область, и Россию, и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова